не ставь сейчас начнем снимать твое дерево мая дерево ну не твою андрюхи на дерево так это что андрюхи дерево заболела я думаю интересно сторону можно поставить вот она поймала тебя есть снимаем под корень не ну под крем не хочу но все-таки жалко да я жалко не но для него и живое существо жалко не выжилось что жалко и мы его будем сейчас лечить главное лекарство это пиво вы не подумайте что я его буду срезать с под корень дело то что это у нас это яблоко заболела раком причем если не ошибаюсь черным раком здесь у нас есть неприятности туда же видно немножко грибочков с этой стороны кора умерла у нас тоже здесь черное пятно и солнце не видно потому что здесь тоже корень нет чистить будем пилкой и смотреть что живое в прошлом году я это все делал топором а в этом году мы делаем пилой кто-то разбогател не знаю нужда заставила все мне рекомендовал бы это делать непрофессионалом то что всего сейчас я буду делать если вы уже работали с бензопилами аккумуляторными пилами обычными сетевыми пилами есть одно но нельзя работать носом если носом работать можно просто получить в морду свой нос да в свой нос это небезопасно можно остаться без рук дело в том что это аккумуляторная пила и отличие от бензопилы у ней меньше отдачи на себя тем самым она чуть более безопасно это профессионально это дорогая пила и она позволяет работать более мягко и ее легче контролировать поэтому я это спокойно работаю чищу и очень хорошо чистить уже не первый год такое уже делается нет не мой практика это практиковалась данная штука практиковалась другими коллегами и я работаю на эконом режиме и регулирую обороты нос но получается практически на полных оборотах убираем мертвую ткань и цепляем живую но сейчас все это будет показано можно это топорами ножовками но пилка закругляет хорошо вычищает и быстрее вот это многие переживают что скрывают чуть-чуть живого лучше чуть-чуть живой потом после вот этой обороты зачистки произведем обработку железным либо медным купоросом ну скорее всего это будет делать сам владеет этого участка надо как всегда добавить не варом мнение не только не варом ни в коем случае то могу отметить вот видишь вот сейчас скрыл живая здесь просто часть коры поврежденные убиралась и обрабатывал с железным купоросом как я замечу до зарастания сразу не пошло но и не пошло разрушения вот посмотрим как там дальше бака в более-менее доволен вот есть и свеженькая она сразу тронул зеленая а если битая она удвижка она коричневая вот она вся вот она коричневая в идеале смысла нет то есть сейчас буду вычищать это все даже верхний слой коры погибшие обратил внимание но если ее обработать она может не умирать и вполне даже еще жить и там это новая ткань эта клетка делится и вполне может существовать и очень даже хорошо и даже есть вероятность восстановления официально данное заболевание этот рак он 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 не лечится официально поехали замок кто-то включить да тут местами ткани отмерли ну вроде как разрушение не так сильно здесь конечно поврежденная пилочка сейчас конечно я пошкодил но часть ткани живых принципе прошлогодняя обработка приостановила хотя обработку делали помню вроде один раз жили ну просто больше не делали хотя железный купорос сжигает ткани но зато и становится уничтожение самой корык если посмотреть я сейчас буквально чуть-чуть тронул ткань живая дело в том что если уже бьет он будет дальше разрушать а принципе практически остановила разрушение единственно что здесь вот эта вот ткань она уже поврежденная но полностью я все трогать не буду уже как может так может и дерево сопротивляется еще здесь чернота почему это темная это еще не обязательно все от рака дело в том что здесь обрабатывалось серьезно железного купороса от железного купороса у нас получается ткани и древесина становится черной и почему еще железо используйте все-таки сад декоративка если работать железом она зачем это становится черным и не видно как будто что дерево сейчас все в ранах всего час дайте ему подсохнуть чтобы сразу не так спаливать и ветерком обсушит и можно обрабатывать железного купороса тогда не так будет сжигать ткани и они будут лучше зарастать живая шкодить не будем дерево жалко тоска что варвар благодаря вот этому варвар что это дерево и живет потом еще обработки так я на что думаю мои хорошие я думаю что надо эту подругу поставить лесенку и здесь еще до зачистить а он лесенка мне кажется я уже слышу запах сигарет похоже владелец участка уже нервничает выживет его пациент или не выживет нет но этот год она точно нормально проживешь не факт но должна да и когда завожу я ее не включаю сюда взял проверил ничего чтобы не дай бог станешь лесенку вот я стою проверяю падать аккумуляторной пилой включенной это опасно осмотрим осмотрим пальчиками но пальчики по пилку не засовываю вот казалось бы человек говорит все он может не будет она берет и живет она мало того что живет она еще она еще дает урожай кормит нас еще выживает опять восстанавливается это вообще на самом деле удивительно это птица феникс которая несмотря ни на что она выживает вот просто вот выживает и все то что вот сейчас делаю я я бы многим бы не рекомендовал бы это делать бы не только при у совести уже не первый раз лазили знаете как работать и работать очень осторожно постоянно проверяете включена вас не включена чтобы она произвольно не нажала с не включилась потому что все таки это опасный матрас и во вторых мы нахожусь полностью как бы без страховки все здесь надо четко уметь распределить свой вес чтобы с этим работать так как бы мне бы то приволчиться бы ты честно скажу и я и я кот кошмар надо слазить вот здесь нету ткани точнее вот здесь живая кусочку здесь кусочек совсем тоже живой а тут вот этот счет добавок как она вообще зараза живет ну все закончили в эту работу данной яблонькой что можно сказать в итоге как обратил внимание я сам когда внимательно ее смотрел что она нет пошла дальше разрушаться практически не пошла местами есть некоторые проявления окончательно полностью сказать насколько она будет жить я не могу здесь уже полностью мертвая здесь у нас не совсем понятно будет не будет ли умирать это никто не скажет только она сама покажет ждем лето смотрим как она будет жить по мне по мне она довольно жизнеспособная она показала что она хочет расти хочет жить она еще дала нам море побегал соответственно 5 заложила цветочную почку благодаря тому что прошлом году я не перегрузил многие ветки урожаем половина урожая убрал она вся он стоит все целое не как видим не разломалась и жить она хочет на я думаю жить будет я принципе на этом подведу итоги ведет владелец участка все это дело обработает просто одним железным купоросом и на этом все ждем лето как она будет жить будем наблюдать за ней всем хорошем строении удачи и ей выжить и пока удачи удачи Продолжение следует...